добрый день мои дорогие друзья вы хотели увидеть меня в пальто в моем новом но для кого-то это было бы куртка для меня это пальто колено прикрывает немножко как я могу еще вам показать только так когда оришка приходит я постоянно забываю что надо было меня заснять где-то немножечко подальше ну а так вот чтобы было видно свет у меня такой двойной в этой комнате здесь полностью молния тут было я сейчас расстроилась начала застязать закрывать ее и она не никак тошмяка я прикрыла дверь а он теперь не любит когда двери прикрытые иду в магазин девочки два дня сидела дома никуда не ходила все смотрела фильм этот турецкий а сегодня думаю надо же сходить надо что-то купить вот поэтому вот собралась снег мороз холодно некрасиво не знаю мокро там или нет но дело отдела свои замшевые сапоги у меня одни замшевые вторые замшевые третье зимние тоже замшевые вот кармашки хорошие большие люблю большие кармашки всегда мелочь сдачи бросаю туда и очки всегда у меня в кармане для того чтобы не было удобнее в магазине посмотреть а не лазить сумку сумку с собой не беру эту большую красную потому что сегодня у меня нет в планах ходить по рынку покупать овощи еще что-то хочу сходить в коммунарку у меня нет конфет нет печенья аришка тоже когда здесь мне приходит им тоже надо конфетки печенюшки вот потом приду буду готовить что-то вот а сейчас пойду схожу в коммунарку ска может быть зайду какой-нибудь колбаски куплю ну и не знаю может за баранками за баранками может схожу хлеб есть потом есть в общем то все есть но думаю но надо хоть немножко выйти пройтись вот так вот мои дорогие все начинается зимний фитнес ой девочки пока сходила еле приползла снегу намело под снегом скользко идешь как этот самый как корова по льду пришла думаю надо немножечко почистить дорожку он пока за калиткой прочистила там здесь уже опять все замело и снег алиса сказала что сегодня не закончится начинается вот такое вот вот такое вот начинается на улице не очень холодно 7 градусов но руки у меня замерзли в перчатках потому что они у меня почему-то стали мокрые там раздела там раздела их и несла и все и перчатки промокли руки замерзли а еще пока чистила вообще ручки замерзли встретила на своем почтальон что она говорит у тебя глаза все размазанные я говорю ну так идешь снег в лицо мокрое лицо хоть капюшон я уже отдела конечно но снег все равно лицо видите как он метет все пошла домой обтрясаться переодеваться и греться наконец-то я села девочки немножко подправила макияж потому что под глазами было вот так еще одни глаза были ресницы все по отпечатались вот устала устала пока снег чистила чистила снег дышала ртом чувствую скребет в горле поэтому поставила сразу же рядом с собой воду чтобы не начинать мне тут на камеру каш кашлять или кашлять как хотите так вам понравится поставила кофеек сварить надо немножко погреться но в принципе я не замерзла сама по себе потому что пальто мое новое или куртка моя новая не знаю как его называть для меня она пальто вот и и оно теплое оно теплое только вот коленки у меня замерзли потому что у меня эти самые лосины были одеты хотя они немножко так утепленные но сверху было жакет совсем короткий такой чуть попу прикрывал вот и коленки у меня замерзли надо что-то другое одевать но я подумала что если я одену теплейшую кофту может мне будет жарко что-то я еще вот когда первый раз одеваю пальто думаю не знаю как вообще девчонки когда одевала я испугалась застягиваю молнию вот до сих пор доходит и дальше не идет думаю ну одевала шья примеряла дома одевала его все было нормально сняла расстегнулась проверяю проверяю смотрю а там нитка и вот эта нитка не давала это самая нитку обрезала все все нормально слава богу а то думаю боже мой не дай бог вот это огромная молния и надо будет ее перестал переставлять это будет точно половина пальто стоит но все слава богу спасибо господи но теперь я покажу пока еще мой кофе еще не шипит покажу что я купила ой мои перчатки здесь это я бросила там перчатки насквозь мокрые насквозь мокрые потому что я не знаю почему они мокрые сумка у меня постоянно спадала потом несла сейчас я на батарейку их положу несла мешок этот потом чистила снег и тоже в перчатках короче и руки замерзли потому что перчатки мокрые прямо надо еще одни перчатки себе купить нас на смену были у меня красненькие этот раз аришка приезжала я говорю почему-то с голыми руками тепло я говорю на ка вот эти свои перчатки в которых она еще танцевала мухоморы когда ходила на танцы но и так эти перчатки их никто не носил лежат мальчишки ж не будут носить красные я говорю ариша но послушалась отдела говорю коляску то тащить холодно руками в общем купила я колбасу купила я колбасу я ее хотела купить эту вареную куриную докторскую премиум она сегодня по акции вот там была высший сорт но продавец говорит премиум это же лучше я говорю конечно лучше да и куриное то что мне надо так что я еще купила я купила так то зачем шла то и купила девочки даже говорила что я буду покупать вам я купила баранки там новый продавец говорю девушка баранки то мягкие она говорит вы знаете что у меня в моей будке очень холодно и баранки замерзшие на улице мороз говорит домой принесете они отойдут ну вот действительно начинают отходить мягкие поэтому я и взяла побольше чтобы не не ходить потом потому что прошлый раз когда дети приходили максюша хочу баранков я говорю ну где мне взять я сейчас не побегу за баранками поэтому они не черствеют они так хорошо лежат дома хранятся два четыре шесть восемь десять двенадцать тринадцать штук у меня баранков они вместо хлеба и вместо батона хотя батон у меня есть но я же буду сейчас так ли это делать поэтому он пойдет ну и конфеты конечно купила у меня конфет нету это ужас какой-то когда нету конфет сидишь смотришь фильм ничего сладкое в рот положить это все я уже съела почти весь свой изюм который у меня был я почти съела все орехи вот что значит два дня никуда не сходить утром когда вроде собираешься мешок мокрый все мокрое вот когда утром встаешь собираешься макияж сделаешь и думаешь ну все сейчас вот я только вот досмотрю этот фильм потому что три серии каждый день выкладывают на youtube так давай-ка я кофе вылью и этот плотину эту а там такая тягомотина уже началась ну прямо нет сил да уже закончится 70 какой осени 75 посмотрела а потом разленишься и думаю так у меня это есть у меня это есть это есть зачем мне идти ничего мне не надо и вот снега не было погода была хорошая маленький был морозик я никуда не хотела сегодня вот такая вот погода я поперлась так ну напротив хлеба овощи продают я подумала что у меня есть капуста чтоб потушить капусту пожарить надо морковка у меня нет ни одной морковки в общем взяла два бурака и три морковки взяла тяжелая тяжелая больше килограмма вот это все завешала а я же не собиралась брать сумку на колесах зачем я же всего колбаску возьму и конфетки и баранки а это не так тяжело ну и зря руки замерзли тяжело ну и что я купила в каких конфет я купила сейчас я вам покажу я купила опять вот этот вот хит кокосовый хит потому что я отложила там в подарок и потом я их съела там ну не все сих но вот эти вот и вот эти вот ореховый хит я оттуда вытащила но не могу вчера вечером вот сижу конфетку не хочу конфетку хочу сладкого положила себе варенье сделала чай варенье размешала потом в чайке в чайку вот попила все равно хочу конфетку залезла и съела там две конфеты так что надо доложить в подарок мальчишкам потом я купила этих снегири снегири и и грильяш с арахисом вот все больше никаких только таких только таких заглянула на валдерис вчера искала пижаму девочки искала искала только почитаю комментарии мне нравится то хочется чтоб она была тепленькая тепленькую нахожу которая мне нравится захожу на свой забрасываю ее в корзину когда ее просто смотришь она 34 рубля как только переворачиваешь к себе сначала 37 потом уже стала 38 конечно не хочу что это за безобразие что это за обман такой нашла такого же качества только тонкую без без байки без этой она 29 рублей стоит но там какие-то пирожки а пирожки как плюшки какие-то главное через всю всю эту майку идут смотрела не хочу орешка мне понаходила там много-много этих пижам сейчас потому что вот в таком это я пришла разогрелась одела тунику эту шелковую то вообще когда сидишь у компьютера как-то в ней уже холодновато уже хочется чего-то такого со штанишками она и я смотрела-смотрела то мишка то этот микки маус с бантиком то зайчик я говорю ариша я хочу что нибудь чтобы рисунок был какой-то взрослый чтоб не было вот этого огромных вот этих но купила да я новогоднюю купила эту майку с зайчиком там но это же я ее не буду постоянно носить пару дней до нового года после нового года одену чтоб чувствовалось что это новый год вот а так я говорю хочу что-нибудь может какая-то надпись может кофе может там кружечка какая-то короче мы этого ничего не нашли зато я нашла там мармеладки такие у нас тоже есть же магазин с мармеладками но это надо идти через весь базар там через дорогу туда туда дальше доехать туда никак потому что это в обратную сторону вот ну совсем теперь такая погода что вот но не хочу но не хочу я никуда тащиться хотя хочется и в евроопс ходить и в грин съездить и в каре посмотреть вот это вот новогоднее убранство потому что магазинах уже все украшают вот этого мне хочется конечно но я так думаю когда вот не будет снега вот в снег я не пойду ну что я допустим я пока я на остановке отстаю дождусь что чем доехать потом там дойду перчатки будут мокрые на капюшоне будет гора снега это будет все мокрые ходи потом там как этот самый снеговик какой вот так что пока никуда никуда не пойду там девочка одна я посмотрела это таришка мне сбросила вот это в инстаграм по городу у нас витебске ходят там если где какие красивые эти самые места она снимает и сейчас поставили возле как он называется кэзэ как же это называется в общем там те концерты проходят поставили такое красивое уже светящиеся такую какую-то рогозулину интересную такую но поставили и не со стороны центральной улицы а наоборот за этим зданием с другой стороны отсюда говорят что не видно только я думала вот подъеду туда и сниму ее но идти ехать на на другую улицу совершенно это тоже там надо кто его знает где она там стоит а так больше ничего в городе пока ничего нет я уже таня говорила говорю ты там по фрунзе может быть ходишь может увидишь это она говорит она только светится только вечером включают говорит если я иду утром или днем говорит с работы то говорит я это ну это не видно будет и не интересно ну может быть когда нибудь она пойдет когда целый день работает может быть как то где нибудь включит уже тогда заснимет я конечно туда не поеду вот ну в общем посидели мы с вами немножко поговорили нечего девочки совсем рассказывать сейчас пойду а пойду переодену сниму я это одену свою домашнюю такую пижаму в которой мне будет удобно и буду готовить кушать буду хочу сварить картошки хочу перешко сделать хочу котлеты сделать я вчера достала фарш он у меня разморозился я так думаю вот и и капусту капусту она у меня уже давно качан лежит думаю чтоб она мне не пропала поэтому вот морковку хотя морковка у меня есть в морозилке я ведь наморозила вот чего-чего а морковки я наморозила конечно ну раз там было раз покупала думаю надо и морковку купить пусть морковка будет на те дни когда вообще не захочется выходить на улицу да еще при такой погоде и тащить как резко как резко девочки а все было тепло 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 и тут раз и пожалуйста и как он метет и метет и не хочет прекращаться вот так что вот где тут потолстеешь если надо будет каждый день и несколько раз снег чистить но она пришла думаю надо почистить потому что если потом груды надо сходить за домом туда к гаражу надо лопату найти у нас есть это самое лопаты снег чистить зачем мне это надо вот этой щеткой мучиться а то в прошлом году я все щеткой мела а потом летом посмотрела я вообще думала что он забрал лопату вот потому что он ее делал и думаю может забрал ему там важнее было у меня тут маленькие кусочки я же за домом не буду снег чистить чего мне туда ходить мне туда не надо а для кота я тоже это делать не буду а вот а он бедный я ушла а он со мной пошел на улицу это потому что я когда вам пальто показывала закрыла дверь в комнату а он там на диванчике лежал а он не любит ужасно чтобы закрывали дверь ему надо чтобы было вот говорят же коты не любят когда закрывают дверь поэтому у меня в комнатах везде открыты двери мне хочется закрыть вот я свою комнату могу закрыть дверь она самая теплая там было вообще тепло тепло но я не могу закрыть шмяка будет стоять под дверьми и будет мяукать все кофеек я топиваю сегодня я с кружки с шарм-эль-шейха люблю эту кружку обожаю просто много вижу кружек сейчас в городе красивых вот прошлый раз куда это я ездила куда это я ездила в трио там красивые вот эти розовые она была розовая красная и черная ну естественно только не черную а это самое но посмотрела подумала ну нет это же тут хочется откуда-то привезти и привезешь вот такую вот красоту пьешь кофе и вспоминаешь только остается что вспоминать знаю не знаю что будет в этом году не знаю я уже по всем знакомым понаписала сообщение что планируете ли вы куда-нибудь в этом году может быть вместе в шарм съездим раз уже самолет пустят из Витебска про Турцию ничего не говорят в Турцию мне было проще потому что я знаю как там самолет останавливается знаю эту всю кухню как пройти куда выйти все а в шарм были один раз давно я не помню вот у меня в памяти не осталось как там проходят где проходишь где чемодан получаешь как обратно это все что ну в принципе язык до Киева до идет одной но в шарм дешевле получается потому что все таки там доллары а в Турцию евро это уже насколько дороже вот да и вообще одной что-то как-то 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 неуютно девочки молодая могла куда угодно и не боялась ничего а теперь хоть вроде в душе себя чувствуешь помоложе но на самом деле мозги-то думают совсем по-другому совсем по-другому все мои хорошие все мои хорошие на сегодня все может и не интересно было но поговорили немножко повидались с вами вот вчера Таня Танюша ник такой Таня Танюша написала мне там комментарии я ей написала как бы хотелось бы вас узнать о вас немножко она в инстаграм заглянула написала под фотографию мне прислала написала о себе вот так здорово вот вот вы меня все видите а я вас никого кто-то пишет хорошие комментарии кто-то плохие никто не показывается даже нету вот на этой аватарке нету фотографий там цветочек котик еще что-то такое а так хотелось бы увидеть вас увидеть и хоть так вот узнать немножко сколько человеку лет с какого с какой страны с какого города вот ну если захочется пишите пишите в инстаграм я там под тем же самым ником как и здесь Галина Дриммарина вот это переводится Галина мечтающая о море вот так перевел перевел мне яндекс переводчик поэтому я сделала себе такой ником потому что я постоянно мечтаю о море а то одна там написала вот какую-то ерунду написала Марин какой-то какая-то это самая ой но она она в баню ушла поэтому больше уже не будет все на сегодня все мои хорошие пошли пошла сушиться сапоги тоже промочила вроде бы и мороз на сапоги налипла тоже опять промочила свои рыжие сапоги но конечно не буду ставить на батарею чтобы они опять расклеились и так дорого ремонт этот оказался все все надо по местам разложить кофе мой выпит надо заниматься делами а то скоро захочется кушать а у меня ничего нет ничего готового надо готовить я но это все что это что это что это это что Продолжение следует...